Богатый комплекс микроэлементов в одной капле. Выездная комиссия ознакомится с минеральными источниками геопарка Ундория. Параллельно эксперты внимают информацию о целебных свойствах и условиях происхождения воды. На дневную поверхность природный нектар выводится в виде родников сетью оврагов. Они, в свою очередь, покрыты широколиственным лесом. Это лишь крупица уникальных свойств и объектов, сокрытых на территории туристической жемчужины региона. Богатое наследие даёт Ундории право претендовать на включение в глобальную сеть геопарков ЮНЕСКО. Процедура не быстрая, однако результат того стоит. Очень надеемся на то, что эксперты по достоинству оценят эту территорию. Действительно, нам есть чем гордиться. Вся имеющаяся инфраструктура, она действительно работает. Мы постараемся сделать так, чтобы все доступные точки были представлены. Они сами просят предоставить как можно больше возможности увидеть в кратчайшие строки территорию, как можно с ней ближе познакомиться, для того, чтобы отчёт был наиболее подробным, для того, чтобы нам не пришлось досылать какие-то дополнительные материалы ознакомления с территорией. А увидеть предстоит много. Площадь геопарка – почти 500 квадратных километров. Географически территория располагается в Междуречье двух рек – Свияга и Волга, а на севере граничит с Республикой Татарстан. Музей под открытым небом, так называют Ундорио, открывает каменную летопись юрского и мелового периодов. Здесь находится 18 геологических разрезов, часть из которых имеет мировое научное значение. Это подчеркнули эксперты. Многие сошлись во мнении, что красота просторов завораживает. Специалисты стараются запечатлеть в памяти каждый метр парка, чтобы после ускоренного тура изложить свои впечатления на бумаге. Позже отчёт будет направлен Совету по геопаркам ЮНЕСКО. Конечно, создание глобальной сети геопарков на территории России – это довольно-таки новая деятельность. На данный момент на территории России имеется только один такой геопарк. Поэтому наша задача – приехать и посмотреть. Тот геопарк, который сейчас подаёт заявку, имеет геологическое наследие, и нам нужно посмотреть потенциал развития и получить обширную информацию. Та самая территория, которая на данный момент единственная представляет Россию в глобальной сети геопарков ЮНЕСКО – Янгантау в Башкирии. Его представитель входит в состав приглашённой комиссии. Очень важно, что большое внимание уделяет правительство, губернатор в вашей области. И это даёт уже свои плоды. У нас на сегодняшний момент, кроме нашего геопарка Янгантау, кандидатами является Таратау и Вашуундори. Это на территории всей Российской Федерации как кандидата. Поэтому шансы очень большие, но предстоит ещё много работать. Окончательный вердикт будет оглашён в 2024 году. Параллельно геопарк будет совершенствоваться. Об этом заявил губернатор Ульяновской области. Запланировано строительство нового корпуса Палеонтологического музея. Сейчас и тут подготовительные работы. Кроме того, внимание уделят развитию туристических троп.